Субтитры создавал DimaTorzok 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 Соответственно, что они сделали уже? Они позволили выбирать Классные контроллеры, шаблоны и маршруты У нас получилась У нас появилась какая-то возможность Ну, модели уже были У нас появилась какая-то возможность Начать переносить общий код между разными проектами Особенно это характерно, наверное, для многих Вернет-Вегет-Суде будет Тоже туда-сюда носится постоянно И при этом поддерживать очень сложно Когда баги находятся в одном продукции И приходится в камере носить другой, в котором Похожая функциональность И у нас появилась Такая возможность, по крайней мере Призрачная Так все хорошо Проблемы были сразу же Как только начали этим всем пользоваться Значит Маршруты Я бы сказал, что они, в общем-то, не работающие Из коробки Если у вас в плагине определен маршрут Какого-то контроллера То поменять его частично Очень-очень сложно Просто так это не получится Поэтому надо делать так, как и делают ребята из стоп-код Они делают очень хитрую схему Опять же, инжекция себя в код роутера И сами считывают в роутере свои маршруты То есть, опять же, ребята из стоп-код Не допилили Ну, я думаю, что эти апдейты мне внедрят Следующая проблема очень серьезная Это то, что это с миграциями Естественно, в плагине есть какая-то функциональность Значит, зачем он нужен такой Там будет, скорее всего, миграция Эти миграции, даже если положить Просто в плагине под такими-то там таймстэмпами То, скачав его через месяц Вы получите миграцию, которая находится в месте Вот, накатываете ее И понимаете, что у вас получается Что у вас в папке приложения Миграция, которая свежая Но датирована месяцем назад Вот, поэтому Просто можно просто LMSS А лучше, конечно, LMSS То есть, лучше линковать Слайд папку ссылок приложения Миграция с плагина с умом Деморойно, большая проблема Поэтому миграциями есть То есть, миграции надо копировать к себе И запускать их Выставлять им параллельный таймстэм Вот, и еще одна большая проблема То, что нет простого способа Работать с соседами, которые находятся В плагине Естественно, плагин может пройти со своими стилями Со своими картинками, со своим чем-то еще И у вас нет простого способа сказать, что Покажите мне это Венжинс Венжинс надо было, когда пишешь Скажем, ты пишешь LMSS tag А дальше ID-шник плагина И потом URL Для картинки И он сам все подписывал Сам копировал в паблик приложения В нужную папку Вы получили эту картинку И у вас получался правильный маршрут Тут пока что еще все очень-очень глупо Вам придется, скорее всего, руками Указывать путь Путь до картинки И самим руками линковать Пабку паблик плагина в ваш паблик Вот, если у вас Windows Он там просто можно и ADM Но, я думаю, таких мало Но это все были мелкие проблемы Самое крупное они, конечно, впереди Самое крупное это перекрывание Кода плагина с пользовательского приложения А именно, вы запускаете плагин Он стартует первым У вас определился какой-то контроллер Вы понимаете, что у вас есть экшен Который вам не нравится, как работает Как его перекрывать? Когда у вас обычный плагин То он, скорее всего, себя Проинъектит какой-то код Скажем, уже имеющийся контроллер Ваш контроллер И вы можете в том контроллере После инклюда плагина Переопрыгнуть опять Нужный метод Они будут работать так, как нужно Здесь класс уже определён И уже загружен И в рельсе нет никакой причины Читать ваш код Либо они прочитают только ваш код Как именно я не помню Сейчас происходит Из-за того, что они не будут С этого файла одновременно Хотя, конечно, на самом деле Стоило бы прочесть сначала Код из плагина А потом, если есть ваш код То его надо прочитать Однако, скорее всего, при этом Возникают проблемы И... Ну, вот у людей Работает жиловка Риловок на продакшене Вот, значит, хорошо Интересно, если это интересно Все-таки гуглицы Парелсеншес там Ну, это всё Описано На английском Расписаны эти проблемы Вот Так всё-таки Стоит этим пользоваться Или нет? Ну, стоит, конечно Потому что Потому что Если у вас есть код Который качует Из одного доложения в другое Особенно, когда это Количество По-моему, у нас уже 4 Димитары Сейчас может быть, да? То есть там 5 Два есть уже Сейчас третий будет И дальше Вот Конечно, терпеть бардак невозможно И не нужно Что самое главное Пускай баги будут в одном месте А не пить их сразу Интересно, если у вас проблема Ваша проблема При интеграции При работе с плагином С плагинным доложением Решается с помощью Обычной сим-линки Решейте так Это нечего ждать Пока ребята из реческом Делают что-то Так вот Опять Делаете так Значит, как-то раз Когда мне нужно было Разберить На два проекта Clearance Он же Когда используется Клодин Clearance Это для авторизации Он свой код создает Я весь открыт Вынес в плагин И Делал вот такую Страшную вещь Это в нитрб Прописывается Мы перекрываем Наследование Таким рекордом И если наследуется Класс с нужным методом Мы В него Некоторые нужные модули Страшно, но Чем-то оно работает Вот А я эти вещи Не люблю Следующая вещь Это вам В помощь генератора Любой плагин Может иметь Какие-то Любой плагин Может объявить Генераторы Генераторы Кода Это Общая Пункциональность Рельс Пользуйте с ними Потому что с ними Гораздо проще Вам все потребуется Какой-то код До сих пор Приходится Вносить код Из плагина Сами рельсы Например Редактор субтитров Корректор Редактор субтитров Корректор 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 Корректор